Всем привет! Сегодня с вами я, Ильин Пайл, директор компании Новый Дом и Андрей с отдела продаж. И сегодняшнее видео мы посвящаем людям, которые решили построить себе загородный дом и жить не в городе. Мы подробно разберем все вопросы, связанные с частным домом, с чего начать, куда бежать, где взять участок, нужно ли брать ипотеку или не нужно, нужно ли получать разрешение на строительство или оно не нужно, как взаимодействовать с разными службами, кадастрами и инженерами. Все вот эти вот страшные слова и предложения, которые боится человек при покупке дома. И сегодня мы решили выбрать такой очень интересный формат. Я буду в роли клиента, а Андрей будет мне отвечать на все вопросы, которые меня интересуют и волнуют. Погнали! Итак, вот у меня закралась идея такая, что я хочу жить в своем доме, но дома у меня нет, ровно как и участка. На самом деле это очень важный вопрос в каждой семье, которая рано или поздно приходит, это строительство своего дома. Те, кто уже прошли через этот этап, они понимают, насколько это непросто и насколько это большая волокита с документами, соответственно, и со всеми инстанциями, которые помогают вам со строительством. Что вообще должен человек знать, когда решается просто построить себе дом? Человек, во-первых, должен понимать, что он хочет. То есть человек должен выбрать проект, соответственно, подобрать землю и со своим большим желанием обратиться в какую-то строительную компанию. Одна из больших проблем строительных компаний – это неукомплектованные сайты. Непонятные, неукомплектованные сайты, на которых люди переходят, смотрят дома и не понимают, сколько это стоит, реальная ли это стоимость или нереальная эта стоимость. Предположим, очень часто мы сталкиваемся с такой проблемой, когда люди обращаются к нашим конкурентам, оценивают дом на сайте, вроде как собираются с мыслями, приходят в компанию, а им компания, соответственно, выставляет чек в два раза больше. Как решаем эту проблему мы, соответственно? Мы на сайте, наш сайт, во-первых, укомплектован как большой интернет-магазин. Человек, переходя на наш сайт, создает себе дом, как в интернет-магазине. То есть он может себе добавить инженерные коммуникации, он может добавить себе отделки, соответственно, выбрать комплектацию дома, посмотреть все планировки. Это все четко и понятно. За счет вот такого удобного сервиса мы, соответственно, берем клиента в плане первого контакта с нами. Естественно, человек при выборе дома, он будет смотреть на стоимость. И в этом случае стоимость мы стараемся указывать актуально, потому что это очень большая проблема, когда клиент все-таки приходит в офис и стоимость является неактуальной. То есть вот этот вопрос мы решаем вот таким путем. Что же нужно дальше? Человек должен понимать по поводу своей земли. То есть если у вас нет собственного участка, и вы не понимаете, где вы хотите строиться, не знаю, как у других, но в нашей компании вы, когда обращаетесь к нам в компанию, вы получаете полный комплекс услуг. Соответственно, вам не нужно обращаться к риэлтору, которому вы заплатите порядка 50 тысяч за подбор, и не исключено, что на этом участке вообще нельзя строиться. Вопрос участка мы с нашей компанией, с компанией «Новый дом» закрываем изначально сразу. То есть, предположим, у вас нет участка, вы к нам приходите, мы подбираем вместе с нашими риэлторами участок, совместно с земельными комитетами нашего города, администрациями мы проверяем этот участок. Проверяем на наличие ограничений, соответственно, на наличие каких-то зон, в которых нельзя строиться. И, в принципе, все это вы получаете бесплатно. То есть, на первом этапе, можно сказать, обратившись в нашу компанию, вы получаете уже скидку в размере 50, не 50%, а 50 тысяч. То есть, услуга за, соответственно, вашего риэлтора. Хорошо, Андрей, смотрите, бюджет пока что еще не поднял я свой, но я примерно понимаю количество своей семьи, да. Что мне вот с этим дальше-то делать? Ну, я посмотрел картинки, да, есть какая-то картинка, который дом, ну, мне кажется, я бы его хотел. Но я не понимаю, сколько это денег стоит, и я не понимаю, потому что я привык доверять специалистам. Я прекрасно понимаю, что архитектору гораздо виднее в плане удобства разные комнаты. Что мне вот дальше-то с этим делать? Смотрите, самая, в принципе, важная задача в этом моменте у вас это встретиться, конечно, со строительной компанией и непосредственно с архитектором. Архитектор решит и закроет ваш любой вопрос. То есть, архитектор, в принципе, в этом понимает. Мы со своим, соответственно, мышлением составляем так, как нам это удобно. Но как нам удобно, как по нашему мнению удобно. Но архитектор, естественно, подбирает это все из учета своего опыта. То есть, положим расположение комнаты, расположение, соответственно, санузла, где он должен находиться, с какой стороны должны большие быть окна, где встает солнце, то есть, куда это все светит постоянно. Это вам все помогает подбирать архитектор. Вы подъезжаете к нам в офис, соответственно, вы встречаетесь с архитектором, обсуждаете, вы заключаете с нами договор на проектирование со строительной компанией. И один из самых важных моментов, договор этот вам будет в подарок. Подарок он будет вам в том случае, если вы, как клиент, определились со строительной компанией, спроектировали с нами этот дом, и вот эта сумма, которая идет на проектирование, она у вас идет уже на первоначальный взнос по строительству. И мы всегда говорим клиентам о том, что, в принципе, вы должны обращаться в ту компанию, в которой планируете строиться, и заказывать проект в той компании, которая вам его построит. Потому что, первое, вы экономите свое время на проектировании, второе, вы экономите свои деньги. То есть, в каждой компании, абсолютно почти каждая компания в современном нашем мире проект предоставляет подарок. Принял. Один еще из важных моментов, это то, что, в принципе, архитектора работают в тандеме со строителями. То есть, с инженерами, с прорабами. Проектировщик проектирует, строитель рассказывает о том, как это правильно должно быть. Очень часто бывает во многих компаниях, когда проект нарисовала девочка, грубо говоря, с архитектурным образованием, и отдала его нашему инженеру-строителю. А этот инженер-строитель, конечно же, переплевался и не понимает, как ему строить по таким картинкам, по таким узлам. У нас эта проблема решается очень легко. Мы работаем в тандеме с нашим отделом ПТО-архитектура. И, соответственно, вопросов таких никогда не возникает. Подскажите, а вот насколько рационально приходить в строительную компанию со своим проектом, либо заказывать строительный проект у какого-то там проектировщика, и затем прийти уже в строительную компанию с готовым проектом? Ну, как правило, в этой ситуации происходит как все. У каждой строительной компании своя строительная технология. Определенные узлы каждая компания может обыгрывать по-своему. Соответственно, проект, спроектированный в одной компании, может просто тупо не подойти в другой компании. И чаще всего на своем опыте, рассказываю, мы всегда переделываем проекты заказчиков под свой вариант. Мы, конечно же, как лояльная компания это делаем бесплатно, но многие, соответственно, берут за это деньги. Насколько я знаю, есть такой документ, называется уведомление строительства. Нужно ли его вообще подавать? И если подавать, то куда, на каком этапе, как это делать, я вообще не понимаю. На самом деле, это очень важный документ. Многие пренебрегают этим документом просто потому, что, ну, во-первых, не знают о нем, во-вторых, не понимают, для чего он нужен. Это, знаешь, это как в нашей жизни снился. Не понимаем, для чего он нужен. Снился я не понимаю, это правда. Что можно сказать о уведомлении о строительстве? То есть этот документ, раньше он назывался как разрешение на строительство, каждый должен был получать при строительстве. Сейчас мы всего лишь уведомляем нашу администрацию о том, что мы планируем построить дом на определенном участке, в определенном месте. Какая большая проблема существует с этим документом? Если вдруг вы, ну, не захотели подавать его, начали строить дом, поставили дом, соответственно, захотели его зарегистрировать, значит, наше МФЦ у вас запросит документ, вот это уведомление о строительстве. Вы пойдете его получать, и вдруг обнаружится, что вы находите в зоне культурного наследия, где строится вообще нельзя. То есть в таком случае вы дом никогда не зарегистрируете, и вас его просто попросят снести. Найдется какой-то добрый сосед, который может пожаловаться, может, соответственно, написать в определенные службы, к вам приедут и составят его демонтировать. Очень в своей практике мы сталкивались с такой вещью, как регистрация скважин. Это к тому моменту, что уведомление о строительстве нужно. Человек приобрел участок, человек построил себе дом. Ну, то есть вот в такой ситуации он построил себе дом. Вроде все хорошо, вроде от границ участка он наступил, линии электропередач нету, газа нету, соответственно, рядом. Но появилось одно но. Когда начал подавать уведомления, оказалось, что сосед зарегистрировал свою скважину. Что подразумевает собой регистрация скважины? Регистрация скважины – это порядка 50 метров рядом со скважиной, вы не имеете права ничего строить. Как правило, наш весь участок по ширине 30-40 метров. И в этой ситуации человек судился очень долго с тем человеком по скважине, но в итоге его заставили просто демонтировать это здание. То есть это вот вкратце о том, зачем нужно уведомление. Уведомление на самом деле еще нужно для того, чтобы получить нам ипотеку. Очень многие программы, очень многие банки запрашивают его, поэтому оно нужно и на начальных этапах. Поэтому советуем нашим клиентам никогда не совершать подобных ошибок, потому что мы насмотрелись очень много. И, соответственно, получать это уведомление вместе с нами, кстати. Мы, как строительная компания, предоставляющая полный комплекс услуг, отрисовываем вам расположение дома на участке и совместно вместе с вами подаем это уведомление. То есть вы, грубо говоря, закрываете еще один вопрос, в котором можно совершить ошибку и получить какие-то финансовые или моральные свои потом затраты. Мы участок выбрали, проект отрисовали, уведомления о строительстве подали. Что происходит дальше? Дальше на самом деле наступает такой самый щепетильный момент с клиентом. То есть это создание сметы, создание стоимости проекта этого и согласование его с клиентом. То есть как это происходит внутри нашей компании? Соответственно, подготавливаются все чертежи, подготавливаются все документы, которые нужны для расчета, передаются в сметный отдел и, соответственно, сметчик подготавливает нам полноценную расписанную смету до гвоздя. То есть мы с вами понимаем стоимость дома. И идет дальше согласование с клиентом. То есть, в принципе, примерно мы с тобой перед тем, как начать проектироваться, мы согласовали предварительную стоимость. То есть человек, допустим, выбрал дом на сайте, предположим, мы ему обозначили определенную сумму, и дальше наша задача в эту сумму, посмотрите, попасть. Очень редко на сметное отдел не попадает. Так как у нас, в принципе, все стоимости за квадратный метр рассчитаны из всех издержек, мы всегда попадаем в эту стоимость. Если вдруг мы не попадаем и клиенту, соответственно, становится дорого, мы начинаем с клиентом согласовывать определенные виды позиций, допустим, материалы. То есть в некоторых домах можно заменить дорогие материалы, качественные, на более, соответственно, экономические, но более экономные, точнее, которые, в принципе, по качеству не уступают. Вот этот процесс мы проходим вместе с клиентом. То есть наш менеджер это все согласовывает, подбивает, соответственно, все суммы, сметы и выявляет окончательную стоимость. И с этой стоимостью мы, соответственно, дальше двигаемся. Тут либо уже идет договор на постройку дома за собственные средства, либо, соответственно, договор на ипотечное какое-то кредитование. Итак, мы взяли ипотеку. Что дальше? Что дальше? Дальше начинается самый интересный, в принципе, процесс – это строительство. Строительство сочетается, соответственно, поэтапно. Оплаты, соответственно, клиент производит поэтапно. Это в любом случае. То есть либо это наличные, либо это банковские. То есть если это банки, то это в любом случае траншевая система, когда клиент, в принципе, обезопасил себя уже тем, что последний платеж в каждом банке он получает только после того, как мы ему сдаем все работы. То есть тем самым у клиента есть всегда запас, запас, так сказать, надежности, своей внутренней надежности, что мы ему, как подрядчик, достраиваем дом, и, соответственно, все будет у него хорошо. Если это наличные средства, то тоже, естественно, все идет по этапам. То есть развивается весь дом на этапы, оплата происходит по этапам. После каждого этапа отдел ПТО подготавливает, соответственно, акты выполненных работ. Это КС-2, КС-3. То есть человек, залили фундамент, мы приглашаем человека, человек принимает фундамент, соответственно, подписывает акты КС-2, КС-3, и мы начинаем следующий этап. И так по каждому. Все скрытые работы, они постоянно фотографируются, они предоставляются клиенту в виде фото- и видеоотчетности, соответственно, и клиент всегда понимает, что у него происходит на объекте. Это один из важных плюсов, потому что многие дома строятся и не запечатляются какие-то определенные скрытые работы. Это очень важно. Естественно, каждый этап актируется, сдается, и так постепенно возводится дом. Как только мы с вами построили дом, соответственно, подписывается акт о полной сдаче дома, соответственно, передача. И если это банк, то это определенные кадастровые документы для банка и акты с фотографиями. Если это наличные средства или какие-то другие средства личные, то это, соответственно, просто акт и приемка самого объекта. Все. Итак, мы построили дом. Какие гарантии получает клиент, что он у него будет стоять нормально и все с ним будет хорошо? Кстати, это очень такой важный вопрос, на самом деле, который задают почти постоянно. Это чем отличаетесь вы и какая-то строительная бригада. Вот почему у бригады дом стоит за 4 миллиона, а у вас дом стоит за 5 миллионов. Объясняю. Очень важный момент – это гарантийные обязательства компании. Если вы заключаете договор, соответственно, с компанией, то вы получаете 5 лет гарантии. И ваша стоимость дома формируется за счет всех этих гарантийных обязательств. Если же вы строите с бригадой на миллион дешевле, было очень много ситуаций таких у нас в жизни, когда клиенты уходили от нас к бригадам в Тресину, а потом приходили, чтобы мы им доделывали, допустим, курорт. Очень часто мы с таким сталкиваемся. Люди просто не понимают, что строительная бригада с вами не заключает договор. Она вам строит дом на честное слово. И, естественно, все обещают определенные гарантии. Но, как правило, если что-то происходит, исчистывающие потом этих ребят. Мы, как компания, официально, документально, соответственно, предоставляем гарантию, с которой вы к нам официально обращаетесь, и мы устраняем все соответствующие неполадки в доме. Вот у меня такой вопрос. Я понимаю, что обращаясь в компанию, я заплачу дороже, чем я найду где-то объявление на Авито или в газете какой-то частной бригады, и они построят мне дом. Вот скажите, в чем разница и в чем преимущество строить со строительной компанией, нежели вот таким вот образом? Опять же, повторюсь, это гарантия. Гарантия на дом. Из чего вообще складывается вот эта цена, стоимость и гарантия? То есть человек, когда хочет получить гарантию, он должен, соответственно, получить компанию, которая официально построит ему дом, официально отчитается перед налоговой о том, что этот дом возведен, и, соответственно, официально заплатит налоги. Что в эту стоимость получается входит? Во-первых, это входит, грубо говоря, обслуживание гарантийного вашего дома. В эту стоимость будут входить налоги, которые компания заплатит, которые компания вынуждена заплатить, потому что она официально показывает о том, что она строит этот дом. И, соответственно, в эту стоимость будут входить все конструктивные элементы. То есть, если вам строит бригада, она может вам построить так, как она умеет. Если вам строит компания, она, соответственно, строит по проекту, по конструктиву и учитывает все нагрузки, соответственно, рассчитывает все нагрузки на дом и делает это, естественно, качественно и правильно. Многие бригады просто этим могут не принебрегать. То есть, можно, знаете, арматурный каркас на плите собрать из маленьких кусков. И это тоже будет каркас. А можно сделать из длинных прутов. То есть, соответственно, вот это вот качество и вот это вот конструктивный подход к строительству, он предоставляется, в принципе, чаще всего только компаниям. Вот за нами стоит дом, площадью 125 квадратов. Сколько клиенту будет строиться по времени приблизительно в такой дом? Ну, тут все на самом деле зависит от комплектации дома, естественно. Если мы говорим о теплом контуре, это фундамент, стены, перекрытие, кровля, окна, двери, это, соответственно, 4-5 месяцев. Если мы добавляем сюда инженерные коммуникации по всему дому, это плюс месяц-полтора. Если добавляем, соответственно, отделку наружную, отделку внутреннюю, это еще в районе месяца-двух. Все зависит, на самом деле, от погодных условий. Предположим, заключились вы в начале лета, и наша с вами отделка внешняя уходит на зиму. Естественно, никто ее делать не будет. Поэтому срок строительства у нас сразу же перемещается на весну следующего года. Ну, вот смотрите, сейчас октябрь месяц. Я пришел к вам в строительную компанию, говорю, хочу построить дом. Но я понимаю, что сейчас мы уже не успеем его запроектировать, разобраться с участком, с документами, залить фундамент, все это сделать. И я буду строить его уже только весной. Есть ли у меня смысл вообще сейчас этим заниматься, заморачиваться? Как правило, самые выгодные условия для клиента возникают всегда в осенне-зимне-весенний период. Начальный, когда строиться в принципе нельзя, тогда строительная компания предоставляет наиболее выгодные условия для клиента. Каким образом это вообще все происходит? То есть вы, как клиент, приходите в компанию, говорите, у меня есть желание, хочу построить, но не успеваю. Но хочу вот сохранить свою денежку, так сказать, которая у меня существует. Мы с вами готовим полный пакет документов под строительство, неважно, банк это или собственные средства. Готовим проект, подготавливаем договор, естественно. И берем у вас, как у клиента, предоплату за все материалы. Что получаете за Минвы? Вы фиксируете стоимость всех ваших материалов, вы фиксируете стоимость всех ваших работ. И мы приступаем к вашим работам только тогда, когда это позволит погодным условиям. То есть, предположим, это март-апрель. То есть на то время, когда мы начнем строиться, цены относительно того периода, когда вы заключили с нами договор, уже вырастут по центру на 20. То есть, грубо говоря, вы вложили деньги и получили на выходе продукт, который будет дешевле на то время, когда он начнет строиться. Итак, Андрей, давай подытожим. Какие этапы вообще у нас есть при выборе и строительстве своего частного загородного дома? Ну, первое, это на самом деле желание. То есть у человека должно появиться желание на строительство дома. Второй момент – это подбор планировок и подбор земли. Третий момент – это, соответственно, проектирование. То есть, если у вас нет собственного проекта, это проектирование. Если у вас нет собственного участка, это подбор и покупка участка. После этого – расчет сметной документации. То есть расчет сметной документации, подготовка стоимости. И после этого идет у нас либо подготовка документов в свадо-ипотеку, либо заключение договора уже на собственные средства. То есть, грубо говоря, этап договора на строительство и этап договора на кредитование и на строительство. И, соответственно, следующий этап – это строительство. После строительства – это сдача дома и его регистрация. Андрей, подскажите вот мне, ты живой сейчас в квартире, а хочу в доме? Возможно, возможно, не хочу. Вообще, какие есть плюсы и минусы у переезда в дом? Ну вот смотрите, если мы этот этап, допустим, рассматриваем изначально. Вот есть клиент, клиент выбирает квартира или дом. Мы можем просто зайти на наши поисковики, так сказать, на наши площадки, на которых продаются квартиры и дома, и просто удивиться, что стоимость некоторых домов равны половине стоимости квартиры. То есть если дом стоит 50 тысяч ориентировочно за квадратный метр, то квартиры сейчас идут к 100 тысячам. Что вы получаете? Это мы говорим 50 тысяч уже с участков. Что вы получаете, в принципе, за 100 тысяч? Вы получаете квартиру, вы получаете своих соседей, вы получаете какую-то управляющую компанию, вы получаете определенное пространство, которое по факту будет намного меньше, чем в доме. Что вы получаете в доме? Вы получаете свою территорию, вы получаете гораздо больше дом, соответственно. Вы получаете пространство, участок, на котором вы можете расположить свои хозпостройки, какие-то бани, детские площадки. И никто никогда, в принципе, вам слова лишнего не скажет, что вы где-то громко крикнули, где-то музыку погромче. Здесь, в принципе, все лояльно. Вы получаете зону барбекю, вы отдыхаете, вас никто не тревожит никогда. И к вам никогда, в принципе, не придет в квартиру сосед, который скажет о том, что ваш ребенок очень громко плачет. То есть, в принципе, сейчас очень выгодно приобрести или построить дом вместе с участком, нежели приобрести квартиру. Учитывая даже ставки по ипотеке. Конечно. Это в любом случае сильно выгодно. Я понимаю, да. Мы изучали этот вопрос тоже. Мы смотрели среднюю стоимость квартир за квадратный метр, среднюю стоимость домов за квадратный метр. Мы, кстати, возможно, снимем отдельное видео про это. Потому что тема очень интересная и наводит на определенные мысли. Прямо одно значение. Если вдуматься даже, ну вот подумайте. Сельская ипотека, допустим, берем мы с вами дом, строим дом. Что такое 3% построить дом, купить участок, облагородить его? Это 24 тысячи месяцев. 24 тысячи месяцев. Я квартиру снимаю. Это платеж по ипотеке? Да. Я же свою квартиру снимаю за 30. Почему, допустим, я как человек не могу прийти, взять ипотеку, построить дом и жить в своем доме за меньшую стоимость? Вот людям на самом деле должно прийти вот это понятие. Потому что существуют ипотеки, существуют крутейшие программы, которые просто нам облегчают нашу жизнь. 24 тысячи дом или съемная квартира. Выбор очевиден. Согласен. Так, в итоге-то, что мне делать к клиенту? В итоге, вам просто, если вы проживаете в Иркутской области, нужно посетить компанию «Новый дом», почувствовать весь этот сервис, и мы для вас станем проводником загородной жизни. Спасибо, Андрей. Сегодня здорово нам все рассказали. Надеюсь, люди, которые посмотрят это видео, ответят себе на ряд вопросов. Если у вас остались вопросы, они у вас наверняка какие-то остались, звоните, пишите, приходите к нам в офисы. Мы с удовольствием с вами поделимся всей информацией. Всем пока! Субтитры подогнал «Симон»!